В Кабардино-Балкарии открылись елочные базары. Традиция встречать Новый год с пушистой сосной или елью имеет давние корни. Правда, экологи каждый раз напоминают о сохранении других корней, самих хвойных деревьев. Какую елку купить, искусственную или натуральную, каждый решает сам. А рынок новогодних красавиц готов удовлетворить любые запросы. В этом убедился наш спецкор Сафар Гириев. Ему слово. Каждый город и каждое село стараются под Новый год удивить своих гостей и жителей красотой вот таких елочек, которые устанавливаются на центральных площадях. Одни пытаются поразить размерами и высотой, вторые – технологическими достижениями, третьи – натуральностью. Это все, конечно, хорошо. Но у всякого ли поднимется рука срубить вот такую красоту, а где-то через неделю выкинуть ее на свалку. И это при том, что на выращивание этой елочки уйдет не один десяток лет. Бойка и торговля на елочных базарах уже началась. Потенциальных покупателей много. Только в России порядка 35 миллионов домохозяйств и от 3 до 5 миллионов учреждений и организаций. Объем этого рынка оценивается в полмиллиарда долларов. Большой бизнес. Да, один, десять штук, пятнадцать штук, пять штук. Идет пока нормально. Очень много приходят, спрашивают, почем, что. Пока рано говорят, что есть Архангельская возит, есть. Много места есть. Так договоришь, с кем ты работаешь. С одним человеком в шесть месяцев взялись. Мы закажем, он уже готов, едем. Мы звоним за неделю, они рубают, уже готовы сюда. Едем, забираем. Вопросом, ради чего человек лишает корни лесные деревья, мало кто задается. О призывах экологов покупать искусственные елки большинство граждан попросту не слышит. Конечно, зеленая красавица из пластика может радовать глаз многие годы, не теряя при этом внешней привлекательности. Да и с экономической точки зрения такой вариант гораздо выгоднее. Только аргументы эти пока редко кого убеждают. Я бы купила только настоящую. Ну, хотя бы запах будет природы. Какая прелесть иметь в доме вот такую елку, хотя ее и жалко. И детям радость. Конечно, это интересно. Елки на рынке республики в основном привозные. В Кабардино-Балкарии выращиванием хвойных занимается совхоз декоративной культуры. Разумеется, на продажу, но только для высадки в парках и восстановлением лесов. На новогодний рынок поступают только елки-переростки, которые на новом месте уже не приживутся. Прошлой зимой здесь не рубили даже такие. Зато в республике каждый год находятся чрезвычайно предприимчивые жители, которые главный праздничный атрибут добывают топором. Вдыхают хвойный аромат, как им кажется, совершенно бесплатно. Но это пока не поймали. Закон к нарушителям суров. Если незаконно вырубленную елку оценят до 5000 рублей, причиненный ущерб придется возместить в 50-кратном размере. Свыше 5000 рублей уже наступает уголовная ответственность. Штраф до 200 тысяч рублей принудительной работы, а то и вовсе лишение свободы. Сафар Гиреев, Анатолий Дереко. Вести Кабардино-Балкария.